Всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня перед вами модель JAU F1 По моему мнению, очень интересный смартфон от компании JAU Бюджетник для тех, кто хочет себе хороший, интересный аппарат на андроиде Хочет немного заплатить денег и хочет поиграть в современные игры, при этом поиграть в них долго Вот в такой вот коробке поставляется эта модель В комплекте особо ничего нету, это стандартная комплектация компании JAU Здесь вы можете видеть только зарядку и USB кабель Больше особо ничего здесь вы не увидите Теперь по поводу смартфона Смартфон имеет 4-дюймовый дисплей Я являюсь обладателем до сих пор JAU G2 Меня он всем устраивает, в первую очередь, наверное, своим размером Он практически один в один копия Он у меня уже и разбит И вообще, и вообще, и вообще В общем, в чем смысл этого смартфона JAU F1 это бюджетник двухъядерный С хорошим емким аккумулятором на 2400 Но давайте об этом немножко позже Итак, внешний вид Спереди у нас фронтальная камера на 0,3 мегапикселя Датчик приближения, датчик освещения Динамик, есть индикатор пропущенных звонков Снизу у нас три сенсорных кнопки Они даже подсвечиваются Это меню домой-назад, слева-направо С этой грани нету ничего С этой грани, точнее сверху, есть кнопка включения-выключения И разъем под наушники С этой грани есть качелька громкости Снизу микрофон Разъем под microUSB И вот есть такая защелочка для крышки Сзади у нас крышка имеет такую матовую структуру На ней нет отпечатков пальцев 5-мегапиксельная основная камера То есть в Antutu пишут, что это 8, но на самом деле 5 Есть вспышка, вспышка такого среднего уровня Камера, кстати, с автофокусом Логотип G.I.U. и тут то же самое Внутри под крышкой мы видим Две стандартных больших симки Большой, такой толстый, емкий аккумулятор на 2400 И слот под microSD карточку Сам смартфон не тоненький Ну, за счет того, что аккумулятор довольно-таки большой, тяжелый и толстый Давайте сразу же пройдемся по техническим характеристикам Этого смартфона Посмотрим, что же он собой представляет Набирает он в Antutu порядка 10 тысяч баллов Этого вполне хватает для запуска современных игрушек Значит, модель построена на базе двухъядерного процессора МТК 6572 Графический ускоритель Mali 400 Разрешение экрана 800 на 480 Здесь всего лишь 512 мегабайт оперативной памяти Четыре встроенных Обращаю ваше внимание на то, что Прошивка сделана таким образом Наша прошивка, которой мы прошиваем эти телефоны Что камера работает и без карты памяти То есть не так, как в GU-G2, GU-G4, 1.4 версии и G5 То есть здесь нормально это сделано, реализовано И плюс карта памяти, естественно, на карту памяти все записывается без проблем Реальная частота, тактовая частота каждого ядра из двух На процессоре МТК 6572 это 1.3 ГГц Это максимальная частота его Значит, что у нас есть по датчикам Давайте посмотрим Z-Device Test, что есть в этом смартфоне GPS, Wi-Fi, Bluetooth, датчик освещения, датчик приближения Есть вспышка, гироскопов нету Но не путайте это с акселерометром Акселерометр, конечно же, есть Мультитач у нас двухточечный В принципе, этого достаточно для нормальной вполне работы И, в принципе, тоже для игр Рассказал про корпус, про внешний вид его Но не рассказал про сам корпус Смартфон очень такой тяжелый Приятно тяжелый в руке Смартфон монолитный Ничего нигде не трещит На перегиб реагирует смартфон отлично Крышка сидит как влетает То есть, ну, создается такое впечатление монолитности Это очень хорошо Что касается прошивки Здесь у нас более чем стандартный 4.2.2 Android Полноценный русский язык Здесь все на русском языке Предустановлен Play Market Есть Google Service Есть вот какая-то софтина китайская Ну, на это можно даже не обращать внимания По прошивке никаких нареканий нет Они с завода, на удивление мое, приходят с английским и китайским языком И поэтому их просто-напросто приходится шить То есть, мы немножко были этому удивлены Звонилка тоже все здесь на русском языке То есть, все без проблем Что касается экрана Экран здесь, напоминаю, 4 дюйма Разрешение 800 на 480 По данным производителя Здесь якобы IPS-экран Ну, это полный бред Потому что, ну, на бюджетных таких моделях IPS-экрана не может быть Эркость, в принципе, на достаточном уровне Но углы обзора совершенно такие бюджетные Вот в негатив уходит картинка В принципе, с некоторых углов видно нормально С некоторых, конечно, такое По-дешевому, скажем так Если смотреть, посмотреть, попробовать картинки То цветопередача нормальная у экрана То есть, он отображает Можно нормально пользоваться Но нужно смотреть на экран ровно Если мы начинаем его крутить То углы обзора у нас плохие Как, в принципе, и экран Но не забываем Что смартфон стоит в Украине У нас из наличия примерно 90 долларов Что касается звука Звучание Я тестировал, как всегда Ушной динамик Разговорный, точнее И микрофон Звук без нареканий Все классно слышно Громко, четко Далее я тестировал внешний звук Внешний звук уходит у нас Из этого вот динамика Попробую сейчас вам продемонстрировать Вместе с воспроизведением видео Звук нормальный, громкий Что касается звучания в наушниках То звук среднего уровня В принципе, можно слушать музыку Но когда устанавливаешь максимальную громкость То немножко начинают запирать басы И немножко хрипеть начинает То есть, на два уровня вниз И нормальный звук получается Что касается воспроизведения видео Так как процессор более чем бюджетный Двухъядерный Видео в формате HD он воспроизводит нормально То есть, 720p Видео в Full HD уже воспроизводит с глюками Но я вам так скажу Что на таком экране с таким разрешением Вам этот Full HD не нужен И даже, наверное, 720p будет много То есть, достаточно самого простого качества фильма И все будет отлично у вас Что касается производительности Я эту модель для себя сравниваю Со смартфоном THL T5 Который стоит дороже Который примерно там 1200 гривен Эта модель у нас около 1000-1100 гривен То есть, эта модель гораздо дешевле Из-за того, что здесь 512 оперативки Например, Epic Citadel у меня выбивает То есть, я в него захожу в Epic Citadel Он прогружается Какую-то картинку показывает Но потом вылетает Но, на мое удивление Современные игрушки Такие как Asphalt 8 Dead Trigger 2 Most Wanted Все запускается отлично Пусть там настройки графики не максимальные Однако, все летает И давайте просто вам продемонстрирую Показал я вам игрушку Asphalt 8 НФС Most Wanted Там что-то с сервером не загружается Не включается сейчас Но я тестировал Dead Trigger 2 тоже идет отлично В принципе, для такой бюджетной модели Игры запускаются отлично Гордость этого смартфона Это аккумулятор Аккумулятор здесь на 2400 мАч И он действительно соответствует заявленным характеристикам Давайте продемонстрирую вам свои тесты Что я натестировал Показатель в Undutu тестере Просто шикарный 1037 баллов Это действительно много Это была максимальная яркость Это был Wi-Fi Все как всегда, в принципе Тест воспроизведения фильма Wi-Fi Максимальная яркость Из YouTube 5 часов 53 минуты Это еще 28% То есть это очень классный результат По аккумулятору эта модель просто шикарная И она просто разрывает в пух и прах Любые THL, T5 И вообще подобные-подобные телефоны GPS работает тоже без нареканий В принципе, ловит спутники Ловит как через инженерку Так и через Navitel Все без проблем Обозначает точку на карте И все в этом плане тоже нормально Камера 5-мегапиксельная У нас основная оптика Есть автофокус Есть вспышка Фронтальная камера Очень слабенькая На 0,3 мегапикселя Что хочу сказать по поводу камеры Естественно, за такую цену За 90 долларов Никаких тут супер-мега-крутых оптик Матриц оптических здесь не будет Камера довольно-таки среднего уровня Но что я вам хочу сказать Автофокус отрабатывает отлично Фокусируется хорошо Видеозапись идет в формате 720p То есть это в качестве HD Если честно, не знаю, есть ли смысл записывать Ну, наверное, запишу все-таки видео Лишним не будет Теперь, что касается физических возможностей Это вот я пытался фотографировать Со вспышкой с близкого расстояния В принципе, с близкого расстояния будет Видна вспышка в подсвете Теперь, такое физическое использование Удобства этой камеры Вот вам листик А4 Я делал фотографию этой камеры То есть какому-то студенту, школьнику Сфоткать какой-то реферат Или какую-то методичку Или еще что-то Вот смотрите на качество Вот низ страницы И вот вверх страницы Я думаю, что видно, что качество отличное И потом можно, в принципе, прийти домой Скинуть на компьютер И все будет более чем видно Поэтому камера для такой цены Я ставлю плюс однозначно Потому что не все даже модели на MTK6582 Имеют такую матрицу Чтобы делать вот такую четкую фотографию И в любом месте мы можем приблизить И увидеть вот такую вот четкость картинки В принципе, все Смартфон я разобрал По всем его мелким особенностям Которые я считаю нужным Что у нас получилось За 90 баксов мы получаем Великолепный аккумулятор Который будет действительно держать Очень-очень долго Отличный смартфон С двумя сим-картами Есть слот под microSD-карточку В принципе, смартфон работает отлично С Wi-Fi, с Bluetooth, с GPS Можно на досуге поиграть в современные игры Действительно, в самые современные В 3D-игры А не просто какие-то простенькие флеш-игрушки Можно посмотреть фильм Можно послушать музыку Однозначно, смартфон стоит своих денег По дизайну он очень компактный, маленький По толщине не скажу, что он маленький Потому что действительно такой пузач Небольшой Но в целом, я смартфоном очень-очень доволен За эти же деньги Найти подобный аналог Ну, если знаете такие аналоги Подскажите, напишите в комментариях Я лично не знаю, в руках не держал На этом все Спасибо за внимание Подписываемся, ставим лайки Спасибо, всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok